Я не хочу быть стандартом, я никогда не хотел быть стандартом. Я хотел, хотел стараться себя выразить намного больше. Он начал заниматься спортом только с 18 лет, что не свойственно для профессиональных спортсменов. Это действительно поздно. Сергей Мазловоев, Литвуэль! Все бойцы тупые, головы отбитые, они разговаривать не умеют, они мысли связать не умеют и так далее. И вы не представляете, я закрыл глаза, и я со всех сил начинаю тянуть эту руку, и у меня в мыслях Америка. Больно, больно смотреть. Без сомнений, это страшно, очень страшно. И к этому привыкнуть невозможно. Родись, учись, работай, помри. Очень хорошие и красивые желания, Сережа. Добрый день, это программа «Балтия». Меня зовут Мария Андреева. И сегодня у нас необычный выпуск. Необычный, потому что герой у нас уникальный. Это человек, про которого пафосно можно сказать «вот, он сделал себя сам». А если без пафоса, то это история про ежедневный и тяжелый труд. И про мечту. У нашего героя была мечта стать в своем деле одним из самых лучших в мире. И он им стал. Хотя в начале карьеры ничто не предвещало мировой славы. Скорее наоборот, тем удивительна история спортсмена из Литвы Сергея Маслобоева. Некоторые люди идут в ванну для закалки, для здоровья, для иммунитета. Для меня это более психологическая работа с собой. Каждый раз, когда я туда иду, у меня адреналин поднимается. У меня тысяча очень важных причин, почему туда не надо идти. А если уже есть причина, для чего не идти, значит надо идти. Ну что, с Богом. Я стараюсь рекорды не бить, пока тело разрешают. Ну, мне хватает 2-3 минутки, бывает меньше было. Здесь начинается тишина. Здесь находишься самого себя. Самого себя слышишь, видишь, чувствуешь. Убегаешь от всего мира. Так это такая вот медитация получается для себя самого. Ну что, ребята, пока. Сергей Маслобоев, Литвуя. Я сам родом из Флайпеды. Семья у меня со спортом совсем не связана. У них были стандарты. Родись, учись, работай, помри. Эти стандарты они пытались подогнать под меня. Но я чувствовал, что это не для меня. Я не хочу быть стандартом. Я никогда не хотел быть стандартом. Я хотел стараться себя выразить намного больше. И вот так в моей жизни пришли боевые искусства. АНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Время! 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 Готовилось! К соревнованиям у меня получается где-то 14 тренировок в неделю, и темп тренировок очень высокий тогда. И у нас каждую неделю поменяется план. Сначала выносливость, потом скорость, потом взрывная сила, потом восстановление идет. Сергей Маслобоев – мой воспитанник. Я его тренирую уже около 10 лет. Он один из самых трудоспособных спортсменов, которых отличает не столько талант, сколько труд и отдача этому спорту. Поэтому он так многого и достиг. Он начал заниматься спортом только с 18 лет, что не свойственно для профессиональных спортсменов. Это действительно поздно, но через свой труд он всего и достиг. А достиг он действительно многого. Даже сложно все титулы вспомнить. Он является двукратным чемпионом мира по кикбоксингу в 2013 и 2019 годах. В 2014 году победил на чемпионате Европы. Завоевал много всевозможных поясов. Он очень много всего выиграл. В детстве мы много работали, и меня присматривал мой старший брат. Царство ему небесное уже. И у нас часто игры были повторения кадров с фильмов с Ван Дамо, с Шостнеггером. И мы постоянно боролись, дрались. И он был 9 лет старше меня. Поэтому все наши игры чаще всего заканчивались моими слезами. Как-никак, сколько мы с ним не воевали, все равно его любил. И он был мой авторитет. Одно утро проснулся того, что мой отец вломился в комнату. Со шкафа вытащил какую-то коробку. Начал что-то искать. И он весь в панике был. Видно, что растерян. Бум-бум, что такое. Ничего. Он такой просто собрал вещи некоторые и ушел. И потом, попозже, мне рассказали, что, походу, что мой брат утонул. Я стал искать себе других авторитетов. И чаще всего их искал на улице, во дворах. А мы все знаем, что во дворах не самые лучшие примеры бывают в жизни. Друзья, мне казалось, что меня больше понимают. И меня больше вдохновляют. И я стремился к ним. У нас самих боевых искусств. Как бы у меня была такая всегда тяга к ним. Желание начать боевые искусства. Но всегда был и страх. И страх внутри меня. Что туда идти, туда идти нельзя. Потому что была вбита в голову система. Ты пойдешь туда. Тебе сломают нос. Разобьют голову. Ты станешь дурным. У меня семья, она один из самых главных моих мотиваторов и стимулов встать утром раньше всех и первым появиться в зале. И последним уйти с тренировки. Затем, чтобы у меня как бы с первым, с рождением первого сына у меня сразу, первая моя мечта была, это, что когда мой сын вырастет, он будет гордиться своим отцом. Первый соцзал я попал нечаянно. Мы прогуливали уроки с друзьями и по районам шастали. Оказывается, там был зал тяжелой атлетики. И так мне жизнь дарила моего первого тренера по тяжелой атлетике, который стал моим первым тренером и настоящим тренером, человеком, который меня в тот момент, можно сказать, воспитал. И так у меня прошло соревнование после соревнования, и у меня постоянно или без места, или третий, или чаще всего второй оставался, кому-то проигрывал. Я помню, после серии вот таких медалей, я думаю, блин, как бы хотелось бы стать наконец-то чемпионом, хотелось бы попробовать вкус этого золота. И я помню, один раз мы закрыли зал с тренером, и вот ему рассказал это. И он сказал мне такие слова, которые мне, как татуировка у меня в мозгах осталась на всю жизнь. Очень хорошие и красивые желания, Сережа. Ну, может, наконец-то ты начнешь работать тогда? И у меня бум, просветление в глазах. Мы стали чемпионами тяжелой атлетики среди юниоров. В тот момент я поднял столько, сколько я сейчас, наверное, не подниму. Это 145, мне кажется, толчок был, и рывок 125 килограмм. И мне очень мало осталось до рекорда Литвы. А после того, как я наконец-то взял первое свое золото, мне крышу снесло. Я говорю, жизнь такая очень красивая штука, и она очень дает красивые знаки тебе. И знаки, и она помогает тебе, если ты серьезно, знаешь, чего ты очень-очень-очень хочешь. Она тебе все возможности дает это выполнить. И вот один из моих друзей приехал и позвал по нему в гости. И говорит, я знаю, что тебе показать, я знаю, что бои тебе нравятся. Ты должен это увидеть. И тогда я увидел настоящий бой. Не ту фантастику, что мы раньше смотрели, там, бросили и бьет, и 10 человек падают. А настоящий бой, там, где один против одного. Там, где бьются все силы. Им больно, но они не сдаются. И я помню, когда я смотрел это видео, я сам не понял, как с меня вышли слова. Я говорю, я хочу быть частью этого спорта. Я побежал к родителям. Они так меня слушали, слушали. То есть, ты можешь дураговать. Ты хочешь, чтобы мы платили деньги, чтобы тебя в голову били. В случае, идея руки мой кушать и в руки делать. Ну, я тогда продал свой телефон, который у меня был. И я все лето, в свои 18 лет, проработал в таком цехе, там, где металл изготовляли и рубили. Все, что мне нравилось, там, то, что меня 3 раза в неделю отпускали 10 минут пораньше, чтобы я успел бы на тренировку сбегать. Как только пришло первое предложение мне выступить на соревнованиях, я даже не думал, куда хочу. У меня была старая мечта поменять взгляд людей в Литве на боевые искусства и стереть этот старый стереотип, что все бойцы тупые, головы отбитые, они разговаривать не умеют, они мысли связать не умеют и так далее. И показать, насколько сильная вещь это боевое искусство. Как она меняет жизнь людей. Вот мою жизнь она поменяла точно. Потому что в истории Литвы еще никто не брал ни Европу, ни мир пока один. Я единственный. Я же езжу и по этим самым, по детдомам, по реабилитационным центрам, по тюрьмам даже, по больницам. Я несу эту весть о спорте, о пользе спорта для человека, для развития человека. И начал выступать на соревнованиях дальше. Контакты наложил с таким человеком, который жил в Англии. Он там бои искал. И ездил я постоянно в Англию выступать. Ну, вроде там неплохо получалось. По ММА выступал. Какие-то там денежки получал. Но, конечно, уровень был там невысокий. Всегда у меня был такой недостаток финансовый. Я тогда начал жить с девушкой в Каунасе. И давление получал постоянно, что и от матери своей, и от девушки, что надо начать думать про семью, создавать ее. Уже эти спорты никуда далеко не ведут. И ничего хорошего с этого не будет. Надо работать. И вот на такой печальной ноте я еще получаю травму в зале. И деньги закончились. И помню такой, что сейчас? Что надо? У меня эго мое не позволит написать, позвонить родителям, сказать, что внизу денег. Я уехал в Норвегию. И эта мечта, честно говоря, работа, мечта любого смертного. 11 дней работаешь, 9 дней дома. Дорога вперед-назад оплачена. Там жилье оплачено, еда оплачена. Тебе дают робу рабочую, инструменты. Только едь и работай. Едешь туда, возвращаешься обратно. Здесь получаешь 7-8 тысяч литов. Литов. В то время, когда там зарплата минимальная, не знаю, там 400 литов там было. Хорошая заплата, наверное, тысяча две там. А тут я столько получал. Но здесь что-то не так. Из-за какого колодец, кажется, пустой, высошенный. И вот в один день после работы, помню, мы сидели за столом. И мы сидели, помню, и получил звонок. Тут местная звезда ирландская травмировалась. И говорит, ищут подмену быстро. Кто, с кем, как. А там с таким стариком каким-то. И такая мысль, а может быть встряснуть стариной еще? Говорит, хорошо. А бой был через неделю. На следующее утро думаю, может, надо спросить, что там за старик? Как там? В стойке дерется там, в партере? Как подготовиться к нему? Хотя психологически. Хотя уже почти год был без боев. Но не то же без боев, без спорта просто. И мне присылают имя, я его увожу. И тогда я просто в шоке. Становлюсь в шоке. Это был Джефф Сноумен Монсон. Еще две недели до этого дрался за титул чемпиона тяжеловесов UFC. Я понял, что я тут попал. Я тут попал, но я всю жизнь был человеком слова. Если я сказал, что я приеду, значит, я приеду. Вот только начался бой. Я помню, первый ему лоу-кик по ноге, у него глаза поменялись. Он понял, что со мной нельзя стоять. И он хоп, меня сразу же в партер. И в тот момент, я помню, как я ждал того момента, когда мы с барьером окажемся. И я от него оттолкнулся и взял его на свою коронку, хотя вообще не занимался уже давно, на свою коронку, армбар, на руку, залом. И вы не представляете, я так закрыл глаза, и я со всех сил начинаю тянуть эту руку, и у меня в мыслях Америка. Я уже говорил сегодня, что жизнь, она очень прекрасная штука, и она умеет тебе дарить подарки, и она также умеет тебя очень наказывать сильно. Это все длилось, эти фантазии, все мечты, вот эту секунду, максимум две. А он, как самого высшего пилотажа профессионала, это почувствовал, сразу вытащил руку, залег на меня, и я понял, что все. И вернулся я домой, поняв, что люди занимаются всю жизнь, и такой возможности не получают. А ко мне такая возможность пришла просто Богом посланная. Я им вообще не воспользовался. И тогда я дал себе слово, что если я еще раз в жизни получу похожую возможность, я буду подготовлен к ней больше, чем на 100%. Я решил бросить работу в Норвегии и податься чисто в спорт. Турнир Глори, я уже очень давно хотел попасть на него. И вот мой первый дебют с очень опытным азербайджанским бойцом, который на профессиональном ринге еще поражений не имел. Знал только, что он очень взрывной, очень опасный, и что мне надо работать с ним сдалека. Не ввязываться с ним в ближний бой. И прыжком своим, знаменитым, который сейчас один из топов, считается в мире, послал его в глубокий нокдаун. Но после этого я просто поднял руку, пошел, думаю, 100% не станет. И потом дудю, услышу. Поднимаю, он встал, упал, и опять стою. Я думаю, вот это характер. Вот это уважение у меня появилось к нему еще больше. Больно, больно смотреть. И голова кружится, и волнение перед его боями безумно огромное. Потом, после этих эмоций, когда бой уже завершился, начинают литься слезы, весь этот адреналин выходит. Без сомнений, это страшно, очень страшно. И к этому привыкнуть невозможно. Если кто-то думает и говорит, что да ты, наверное, уже привыкла смотреть. Но нет, это невозможно. Новый бой всегда новый. Он никогда не будет таким же, каким был до этого. Я всегда говорю, что против ветра не подуешь. Есть такая поговорка. Но чтобы не избрали наши дети, мы их поддержим и будем стараться помочь, чем сможем. Если не боевое искусство, я не знаю, где я был бы сегодня. И вот благодаря этому я хочу передать, передать и вот эти все мысли, и мышление, и думать, и говорить людям не только о ударах, как я там хорошо вышел, как я что. Нет. Самое главное – психология. Психологические моменты, стратегические моменты. Если ты хочешь стать настоящим спортсменом, элитом, то ты должен отдать всего себя этому делу. Такая вот странная история. Странная, потому что она не столько про тяжелые будни спортсмена, бойца-кикбоксера, сколько про слом стереотипов. Это была программа «Балтия». Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Еще увидимся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok